Продолжение следует... Максим Худюков не вывел хорошей передачи, разрезающей на своего партнера. И Диас Тютеньков открывает счет в этой встрече. Как я отметил по ходу матча, что немножко усыпили бдительность игроки «Алтай Торпеда» и этим воспользовались. Потом было хорошее большинство. В их исполнении здорово разыгрывали шайбу. Всегда поперечные передачи, которые доходили до партнера. Где-то бросали в касание и Роман Калмыков выручал, но где-то, наоборот, вот этого броска в касание не хватало. 21 секунду оставалось играть в первом периоде, когда удалился Дзидаев. И в итоге выигранное вбрасывание. Олег Бойко перевел шайбу под синюю линию, где Данил Бутенко не задумывал... Есть. Бросил, а Дмитрий Макеев эту шайбу на добивание подобрал. Этот момент тоже потребовал видеопросмотра. Игорь Ищенко на старте второго периода попал в штангу. Долго смотрели, но в итоге увидели, что шайба линию ворот не пересекла. Но вот здесь, конечно, Владислав Нурек такой настоящий привет и подарок организовал капитану снежных барсов. Олег Бойко. Наверное, и партнеры не всегда могут вот такую передачу отдать своему капитану, как здесь сделал Владислав Нурек. В итоге 2-1 впервые в этой встрече хозяева вышли вперед, но затем Ансар Шахмеденов подобрал шайбу на чужой синей линии, сместился в центр, бросил. В итоге этот бросок по пути следования еще и зацепил своего партнера. Первая шайба и, наверное, я думаю, что наверняка дебютная для Константина Мороженкова. В итоге 3-1, ну а затем в большинстве вот так вот индивидуальными действиями снова все тот же Ансар Шахмеденов шайбу в средней зоне подобрал, полез в скопление игроков, обыграл двоих, ушел от них, продавил и в итоге бросил низом, бросил уже между щитков Антона Осокина. Именно он появился после того, как третья шайба побывала в воротах Владислава Нурека, но и он тоже на ноль отыграть не сумел. Но главное для него, что дальше после вот этого броска Ансара Шахмеденова он уже себе таких помарок не допускал. 4-1, напомню, был счет и потом потихоньку вот так шаг за шагом уже начали в гости отыгрываться. Еще во втором периоде Дмитрий Белоконов успел одну шайбу отыграть между щитков Романа Калмыкова. Вот за эту, наверное, шайбу можно как-то галкиперу снежных барсов какие-то претензии выговаривать. Затем был булит, который все тот же Колобов на себе заработал. Поехал этот булит реализовывать Диас Тютеньков, но в итоге переиграть Калмыкова не сумел. 4-2, оставалось еще командам играть 7 минут. Были моменты у одних и у других ворот. Очень здорово играли хозяева. Предельно собрано на концентрации, но вот как только последняя минута начала свой обратный отчет, потеря в средней зоне. Максим Худюков шайбу подобрал, вошел в зону из кистей. Здорово, прицельно, зрячее. Я думаю, что здесь без шансов для галкипера снежных барсов поразил ворота соперника. Сделал счет 3-4, затем тайм-аут, затем пустые ворота у Алтай-Торпеда. В шестером против пятерых. И в итоге за 7,1 сумели гости восстановить преимущество. Точнее, восстановить цифру на того, сделать его равным 4-4. Но и в овертайме ближе, как мне все-таки кажется, были именно игроки Алтай-Торпеда. Были моменты и у Хаменкова, и у Дзидаева. Но и точку в этой встрече поставил Дмитрий Белоконов, оформивший дубль. Вот таким сольным проходом. Очень здорово. За счет катания, за счет ног сумел убежать от соперника. 5-4. Хорошая волевая победа для Алтай-Торпеда. Но и завтра повторная встреча между двумя этими коллективами. До новых встреч. Балетин здоровья.